Игра тяжелая очень была, все боролись, обе команды хотели выиграть. У нас хорошо играл Василий Корщики и у них вратарь тоже очень хорошо играл. Он сдерживал все до последнего. Ну вот, у нас же первое звено хорошо провело атаку, забросили шайбу в последние минуты. Вот этот пресловутый билилидиновский хоккей закрытый, вынушли в любом случае, да, противоядие. Как так обрабатывалось именно? Ну да, вот второй герой, бомберский хоккей, ну, подготавливались перед игрой, рассматривали. Видео много, каждый настраивался только на победу, все уходили и работали на максимум. Настрой боевой, всегда едем и выходим на лед, только выигрывать. Ну, игра мне понравилась, хорошая игра была, команда, в общем-то, играли на результат. И у меня претензий нет, в своей команде, во втором периоде немножечко там прижали в своей зоне, но в целом я доволен. Ну, Булитой, к сожалению, нам не удалось забить Багарати Курочкина. Багарати Курочкина. Играли две ведущие команды, занимающие первые места, очень напряженная была игра, равная. Хотелось бы очень выделить обоих вратарей, просто замечательно они сыграли. И во многом это определило исход встречи, один-один, потому что были игры в меньшинстве, нам не удалось реализовать, допустим, наше большинство, благодаря вратарю соперников. Ну, я считаю, что такие игры, они только красят чемпионат КХЛ. Вопрос к тренеру хозяев, мистер Кинн, сегодня первую игру провел Владимир Маленьких. Что можете сказать? Ваше мнение, Владимир Маленьких. Это было тяжело играть, потому что время и сущность игр, и сущность игр, и сущность игр. Но он был очень хорошо, после того, чтобы он был встать так долго. Немножко было, конечно, страшновато своего рода после такой паузы, ставить его на такую очень важную напряженную игру, но, в общем-то, сыграл хорошо. Вопрос к моим тренером. На фоне вчерашней игры лидером завтра было много головки, и лидеры хорошо сажали. Вы ожидали, что сегодня будет более, может быть, закрытый и не такой богатый на голове? Ну, да нет, мы играли. Вчера на самом деле была хорошая игра для команды, и тоже лидеры, и показали хороший хоккей, поэтому у нас тоже было желание показать свой хоккей, тоже хороший хоккей. И поэтому я считаю, что игра удалась у обеих команд. Ну, одна выиграла, другая проиграла, но, к счастью, это была хорошая игра на самом деле. Я согласен абсолютно. Обе игры, и вчерашняя, и сегодняшняя, показали лигу. В своем лучшем свете. Сегодня, да, еще раз хочу сказать, просто голкипер сыграли очень-очень хорошо. Можно вопрос? Мистер Кеннен, сегодня Сергей Мазяки не доиграл свой матч до конца. Серьезно ли повреждение? Сейчас болельщик побольше всего это волнует, я думаю. У нас нет ничего, чтобы сообщить, пока он будет рассчитываться на сегодняшний день. Пока, к сожалению, ничего не могу сказать конкретно, потому что я еще с докторами не говорил. Посмотрят доктора, завтра объявим. Вопрос еще к Занимпелу Яходяровичу. Не жалеете, что в свое время Адмарстинг быстро расстался с Зариповым, который сегодня, в принципе, в металлурге раскрылся и биржевая струн молодости? Ну, Зарипов не раскрылся, он и был хорошим игроком, он и есть хороший игрок. Но то, что произошло, это произошло. Поэтому я не думаю, есть смысл говорить об этом или нет. Спасибо, Шир. Всего доброго. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова